Хотелось бы поделиться случаем, который связан с сихром, именно определенным видом сихра. Сихруль-Махабба при выражении, так как, к сожалению, часто в нашем обществе встречается именно подобный вид сихра. Этот случай произошел в пятницу, то есть когда на джума была проповедь относительно этой темы и относительно того, что часто в семейных отношениях происходят какие-то конфликтные ситуации. И некоторые жены, они легко это переносят, некоторые женщины. Но бывают такие, которые трудно бывает подобного рода конфликты переносить, и они идут к сахарам, к колдунам, чтобы они помогли им. И те, естественно, делают им сихруль-Махабба, чтобы при выражении, при выражении мужа, чтобы муж всегда с ним был, чтобы муж всегда ощущал скуку и так далее. Или же это бывают те женщины, которые им понравился какой-то мужчина, и они хотят при выражении его, даже иногда порой некоторые мужчины из семей уходят, когда делают этот вид сихра к тем женщинам, которые занимаются этим. Конечно, последствия именно этого вида сихра, она бывает плачевная. В первую очередь для самих этих женщин. Потому что вначале может и кажется, что вот муж или этот мужчина, которого они при выражении, он часто бывает разлуку не может терпеть и так далее. Но в конце концов, в конце концов, или он превращается в безвольное существо, то есть которое не имеет воли, не имеет своих принципов и так далее. Или же бывает агрессивного тирана, то есть вот эта чрезмерная любовь, она в итоге превращается в чрезмерную ревность, потом ревность, переходы в ненависть и так далее. То есть конец этого вида сихра заканчивается не совсем как бы им хотелось бы. Но это, конечно, естественно. Почему? Потому что все, что Всевышний Аллах запретил, харам, она так или иначе, которая вред наносит нашему разуму, нашему здоровью или нашему имуществу, жизни, телу и так далее. То есть Всевышний Аллах, Он не запрещал ничего, кроме того, что может навредить нам. Поэтому, конечно, это естественно, что подобного рода происшествия не будут происходить в дальнейшем, когда человек занимается запретными вещами. И в общем, про эту тему, когда говорил в пятничной проповеди, когда уже завершилась эта проповедь, совершили джума-намаз, зашел в себе кабинет. Один брат, он подошел, представился, рассказал о себе и захотел поделиться своей историей и жизнью, которая с ним случилась. Чтобы это тоже как напоминание было, чтобы про это тоже я знал и тоже рассказывал, что подобные случаи тоже происходят как напоминание для наших братьев, для наших сестер через тех людей, которые прошли через это. Этот брат рассказал, что он был блогером, то есть вместе с женой они совместно блог вели в Инстаграме. И когда они вели этот блог, то в основном занимались продажей определенных вещей. И как обычно бывает, они развлекательные свои моменты, в которых они где-то что-то посещали или развлекались, они тоже, естественно, это выставляли у себя на страничке. И до брака, и даже в момент брака, его семья, родственники, друзья, они знали, какой он человек. То есть он говорит, что знали, какой у меня характер, что у меня были определенные свои принципы, через которые я не мог перейти, определенные непоколебимые понятия, через которые я не мог перешагнуть. Например, он относился очень негативно к тому, чтобы женщина, жена в частности, она вела себя вызывающе в обществе. Или, допустим, увеличивала губы, или то, что вот ярко заметно бывает, когда определенные процедуры делают на лицо увеличение чего-то или уменьшение чего-то и так далее. То есть он был противником этого. Не желал, чтобы часто она с подружками в разных посиделках бывала или себя раскрепошенно вела среди чужих мужчин. То есть был ревнивым человеком. То есть как обычно подобает это горцу, обычно вот какой ахляк бывает. То есть когда даже жена мне просила что-то делать, то что вот в блоге я ей говорил, это не надо так делать, вот так нужно делать и тому подобное. То есть свои какие-то принципы были. Но в один момент все начало кардинально меняться. То есть все мои принципы начали меняться. Я стал слишком податливым своей жене. И более того, она начала позволять себе то, относительно чего я всегда был против. И самое удивительное, соглашался беспрепятственно. И выставляли сторисы, где она танцует, громко выражает свои эмоции. Ей хлопают чужие мужчины, ведет себя раскрепошенно перед этими мужчинами. Разные, позирует на камеру, все это выставляется. Увеличила себе, сделала большие губы и так далее. И мне делали так намеком замечания. То есть мои родственники, близкие. И в один момент, когда жена уже начала слишком уже переходить грани, выставлять различные сторисы в неподобающем образе. Один из братьев, он не выдержал, он мне все это высказал, все, что в душе было. И что удивительное, он говорит, вот все, что мне говорили, мой разум блокировал. То есть я наоборот воспринимал. Мне казалось, как будто эти люди меня завидуют. Даже порой мои близкие люди. Как будто бы я вот добился посредством этого блога многого. Они ничего не добили жизни. И такие подобные наушения бывали. И в итоге я начал меньше, реже общаться со своими близкими, родственниками, друзьями. И круг моего общения тоже начал быть подобным мне и моей жене. То есть подобного рода изменения кардинальные происходили. И на самом деле вот этот вид сихра, он блокирует разум. И когда тебе делают какое-то напоминание, назидание относительно поведения, человек это не просто не воспринимает. Он это очень остро воспринимает. У него бывают определенные наушения, навязчивые мысли. Вот против тебя вот так говорят. Они против тебя. Ты вот так добился. То есть шайтан вот эти мысли внушает. И как будто бы разум твой это считает нормальным. То есть у тебя все это блокируется. Ты не воспринимаешь вот эти все правильные замечания. И меня спасло то, что когда мне уже бывало плохо, мне бывало одиноко. Я когда начал совершать молитву, начал выполнять определенные рекомендации, которые есть сунни, читать адгары, находиться часто в омовении и так далее, то немного начала появляться вот эта осознанность. И потом уже я узнал, когда что-то сихр, когда слушал рупию, ходил на лечение. Жена сама она призналась. Жена она призналась, что сделала сихр через хайл, то есть менструальную кровь. Этот вид сихра делают обычно для приворожения. И посредством этого, то есть эта жена, она ломала его характер. То есть вот этот мужской характер посредством вот этого вида сихра, делая полностью податливым, чтобы мужчина был безвольным таким существом. И он это рассказывал тоже как напоминание, чтобы, как из примеров, чтобы было относительно вот этого сихра, который как для приворота делают. И я поэтому решил сам поделиться, так как он тоже мне показывал и свою страничку, которую он ввел ранее, вместе с женой, также странички, которые подобного ему были, других блогеров. И порой бывает, мужчина, ну некоторые поражаются, удивляются, вроде такой крепкий спортивное телосложение, брутальный такой с бородой, аккуратный такой брат, но полностью поменялся. Даже вот бывает человек, его знали все, его родители, сёстры, братья и так далее, близкие, какой он был характером, каким был. И вот после того знакомства с какой-то женщиной или примерно какие-то блогеры там и так далее, которые ведут, вроде бы внешне видно парень, который крепкий, спортивное телосложение, но ведет себя, вот даже может быть хуже, чем на этом примере. Это как напоминание, чтобы если человек в себе подобного рода вещи замечает, да, это трудно очень бывает. Он весь мне свой путь рассказал, как трудно ему было, как через что он прошел. Потом в итоге он тоже без жены остался, это человек. И это очень трудный путь, поэтому трудно бывает осознать, что ты даже подвержен такому сихру. И человек, он должен в первую очередь, как бы ни было ему сложно, какие бы он грехи ни делал, намаз совершать. То есть кто бы ни был, он вор, убийца, прелюбодей, разницы нет. Нужно совершать намаз, совершайте намаз. Человек может думать, вот я намаз, такой грешник, мне намаз, как Аллах примет и так далее. Как раз таки ты больше нуждаешься. Ведь если у тебя нету связи со своим Господом, как ты все это оставишь? Поэтому человек не должен пренебрегать молитвой, совершать намазы, адкары читать. И, иншаллах, лечение над Всевышним Аллахом придет. И, иншаллах, лечение над Всевышним Аллахом придет.